История о Ганьке-Горбунке вот уже более ста лет остаётся одной из самых любимых детьми сказок. Произведения неоднократно исключали из школьной программы, но через некоторое время возвращали вновь. Жизненный путь Петра Ершова оказался не менее сложным и интересным, чем судьба его знаменитой сказки. Село Безруково, Тобульская губерния – место, откуда начинается жизненный путь Петра Павловича Ершова. 6 марта 1815 года в семье купеческой дочери Фимии Васильевны и государственного служащего Павла Алексеевича родился сын Петя, будущий поэт и прозаик, автор произведений, ставших классикой русской литературы. По долгу службы отец был вынужден часто переезжать по городам России, и семья неизменно всюду следовала за ним. В детские годы Пети и его брата Коли пришли в Умске и Петропавловске, откуда в 1824 году Павел Алексеевич отправил их в Тобольск поступать в гимназию. На время обучения мальчика взял к себе родственник матери – купец Николай Пеленков, известный в Сибири предприниматель и благотворитель. Дядя Петра Николая воспитывал племянников как родных сыновей. Во время учебы будущему поэту оказывал поддержку еще один человек – Иван Менделеев, работавший в тот период директором гимназии. Иван Павлович был отцом знаменитого химика Дмитрия Менделеева, с которым Ершов в будущем близко сдружился и даже породнился. Окончив гимназию, братья отправились поступать в Императорский университет Санкт-Петербурга. Петру удалось получить высшее образование уже в 20-летнем возрасте, хотя в учебе он показывал весьма посредственные успехи. Будучи выпускником историко-филологического факультета, юноша не мог похвастаться знанием даже одного иностранного языка. Сказка «Конек-горбунок» – самое яркое произведение Ершова, была написана им еще в студенческие годы. Санкт-Петербург на тот момент переживал не лучшие времена. Столица была во власти эпидемии холеры и бунтов недовольных горожан. В соукупности все эти события весьма удручали молодого поэта. Тогда и пришла в голову Петра идея написания сказки о справедливом бедняке. С поэтической составляющей произведения начинающим автору помог ректор университета Петр Плетнев, который показал Ершова сочинение Александра Пушкина. Закончив работу над «Конеком-горбунком», студент поделился своим творением с Пушкиным и Жуковским, с которыми тогда уже водил крепкую дружбу. Приятели горячо одобрили сказку, а Пушкин даже заявил, что теперь ему самому более нечего делать в сказочном жанре. В 1834 году неполная версия сказки появилась на страницах библиотеки для чтения, популярного в те годы ежемесячного издания. Читатель принял шедевр молодого автора очень теплом, и уже вскоре сказка была опубликована целиком. Первая книга Ершова появилась в магазинах, а за один ее экземпляр просили по 5 рублей. После такого успеха Петр ощутил творческий подъем. Сначала он отдал в печать начало баллады «Сибирский казак» старинную быль, а вскоре и заключительную часть произведения. Конек-горбунок стал той лошадкой, на которую молодой Ершов въехал в литературное сообщество Северной столицы. Петр стал активным участником творческих вечеров, где собирались известные писатели, поэты и деятели других направлений искусства. Каково же было его разочарование, когда неприятности настигли его именно из-за конька-горбунка, власти увидели в сказке политическую подоплеку и неуважение к существующему монаршему строю. Книга оказалась запрещенной к публикации вплоть до 1856 года, когда сменился очередной самодержек. Уже через год после того, как Ершов вышел из-под опалы, его внесли в список одобренных правительством деятелей. К сказке же «Конек-горбунок» в то время было противоречивое отношение. Одни восхищались ею, другие ругали. В зрелые годы Петр Павлович обращался к разным жанрам, писал прозу и драматические сочинения, экспериментировал с поэзией больших и малых форм. К сожалению, ни одна из его более поздних работ не смогла повторить успеха знаменитой сказки. Непростой творческий путь Петра осложняли еще и трудности в личной жизни. Будучи совсем молодым парнем, Ершов потерял отца и брата, из-за чего ему пришлось покинуть Санкт-Петербург и вернуться к матери в Тобольск. Здесь он устроился преподавателем местную гимназию, где планировал обучать детей словесности. Однако эта должность не была вакантной, и новому педагогу предложили обучать гимназистов латыни. К иностранным языкам поэт никогда не тикотел, поэтому работа казалась ему скучной и неинтересной. Когда скончалась мать, Петр настроился уехать обратно в столицу, но на его жизненном пути появилась женщина по имени Серафима, у которой на тот момент было уже четверо детей. Влюбленные поженились и после свадьбы прожили пять лет, после чего Серафима скончалась при тяжелых родах. Через некоторое время литератор женился снова. На этот раз его избранницей стала Олимпиада Кузьмина. Однако судьба распорядилась так, что и эта женщина вскоре умерла, оставив поэта во второй раз вдовцом. Встреча с супругой Еленой автор прожил долгую счастливую жизнь. От всех жен у Петра родилось 15 детей, но 11 из них не смогли дожить до совершеннолетия. Несмотря на то, что Ершов недолюбливал латинский язык, его преподавательская карьера сложилась весьма успешно. Уже через несколько лет работы он был назначен на должность инспектора Тобольской гимназии, а позже стал и директором учреждения. Петр Павлович вел активную общественную деятельность в сфере образования. Благодаря его содействию были открыты новые гимназии, в том числе и редкие в тот период женские. Достоверных сведений о причине смерти поэта нет. Известно лишь, что все последние годы поэта мучила водянка. Как вспоминали современники Ершова, несмотря на тягостное состояние, литератор сохранял бодрость и поразительную работоспособность. Скончался автор конька Горбунка в Тобольске. Это случилось в августе 1869 года. Поэт обрел последнее пристанище на завальном кладбище, где ему установили памятную плиту с упоминанием любимой сказки. Петр Ершов стал одним из тех авторов, чье творчество по-настоящему оценили через многие годы после смерти. Его имя носят улицы Ишима и Тобольска. А с 1960 года его село Безруково стало называться Ершова. Благодаря сохранившимся памятникам, бюстам и нескольким портретам Петра Ершова потомки имеют возможность получить достоверное представление о том, как выглядел знаменитый мастер слова.